Субтитры создавал DimaTorzok 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 И поэтому на этом пути у нас есть некие Вехи, некие Уроки, которые мы должны пройти. Это точно так же, как в компьютерной игре. Когда мы проходим один уровень, мы получаем дополнительные силы и возможности. Поэтому бывает тяжело, но тем не менее, это ведет нас к успеху. Когда мы проходим свое предназначение, мы это чувствуем сердце, мы получаем удовольствие от этого. Нам просто нравится этим заниматься. Даже если нам за это деньги не платят. Это точно так же, как рыбе нравится плавать, потому что она рыба, поэтому она плавает. Огонь горит. Если он не горит, то он не огонь. Так же, как и сахар сладкий. Если он не сладкий, то это не сахар. Но дело в том, что наш путь предназначения, он находится на нашей причинной оболочке, кармической оболочке. И в обычном состоянии для человека он не доступен. То есть человек должен медитировать, чтобы это почувствовать. И поэтому большинство людей, когда они находятся в сумматохе современной жизни, они отождествляются с телом и с какими-то внешними событиями, которые происходят в мире. Поэтому у них возникают некие ложные представления, построенные на их ложном эго, относительно того, как им жить. Если люди не живут путем своего предназначения, они живут намного короче, чем могли бы жить, если бы исполняли предназначение. И если люди не идут путем своего предназначения, то они живут намного короче, чем они могли бы жить. И кроме того, у них время от времени случаются жизненные Катастрофы. И также происходят в жизни даже Катастрофы. Например, там сильная авария, когда машина сильно разбит. Сильная болезнь, развод. Разрушение бизнеса, дом сгорел. То есть эти катастрафические события происходят в результате того, что внутри человека произошел распад энергии. Как это происходит? Когда мы не слышим свое сердце, мы не идем по велению своей души. Когда мы не следуем своим внутренним ценностям. Например, человек родился художником, но он решил быть адвокатом, потому что адвокат платит больше денег. В результате стресса происходит распад целостной энергии, которая ходит на макушку, на живое. Активную негативную часть и пассивную негативную часть. Распавшаяся энергия опускается на уровень событий и ситуаций. И по принципу подобное притягивает подобное. Она притягивает к себе такого же человека с такой же распавшейся энергией и формирует ситуацию. И вот с человеком случается негативная ситуация. И вот с человеком случается негативная ситуация. Потом негативные эмоции. Потом негативные эмоции. Потом негативные ощущения на коже. Потом негативные эмоции. И в конечном итоге возникает распад энергии доходит до тела. Иía идеяcü вторая энергия опускается на краю общественному альwiadе. И смотанную энергией мы в желании чувствовать прямым пониманием как Зажим. И может быть на итогом внутрь по значениям т période дочь. А дать дни как теле избранращая seguir щас изб Filipаться. И в своих mindsах может быть с этим держ présidentем в стране. Ин проблемные системы психологов он чувствует. Если вы используете то, по этомуabout wie качеством воспphon petites referring. Какое означаетения кнутри, она является просто полный пример? Аура в целом, то распавшаяся энергия идет из тонких слоев к более грубым. Соответственно, нам необходимо эту распавшуюся энергию из тела удалять. И когда мы делаем себя живо и наполняем себя энергией, более тонкая энергия влияет на более грубую и она ее растворяет. Wirkt die фаннстofflichere Energie, jetzt in dem Fall die живо-energie, auf die грубые, auf den untergestellten Schichten и лось diese zerfallene Energie wieder auf. вверх, и я и Продолжение следует...